Операция «Барбаросса» – немецкий план нападения на СССР предполагала, как известно сегодня, скоротечную войну. Нацистский генштаб рассматривал Советский Союз как последнюю преграду на пути к европейскому господству. Понимая, что долго воевать с многомиллионным противником рискованно, немцы собирались за считанные месяцы измотать и обескровить Красную Армию. Одним из главных объектов на пути нацистских войск стала столица. По убеждению западных стран, шансов отстоять Москву у русских не было. 14 июня Объединенный разведывательный комитет США сделал вывод, что Германии потребуется самое большее шесть недель, чтобы взять город. Через девять дней военный министр США представил Рузвельту доклад, в котором утверждалось, что Германия сокрушит Советский Союз по меньшей мере за один месяц, а вероятнее всего за три месяца. А потому войне англосаксонских держав против Германии и Японии Россия будет лишь временным союзником, как Польша в 1939 году. Немецкий Блицкрик сопровождался зверствами, которые ветераны Великой Отечественной вспоминают до сих пор. Мы их чувствовали звери, боялись, конечно, мы их очень, очень боялись. Как бы не попасть в плен, было ужасно. Валентина Александровна родилась в подмосковной деревне Щедрено. Семья – простые труженики колхоза. Девушке было 17 лет, когда рядом со школой начали рваться бомбы. Закончить она успела лишь 7 классов. По распределению, вчерашняя ученица стала полевым медиком, а первое крещение огнем прошло уже совсем скоро, во время битвы под Москвой. Мы как-то не очень боялись. Мы только скорее-скорее бы… Ой-ой, горит, залезаем. Ой, дети валяются, дети сидят. Хватаем их куда-нибудь спрятать. Несмотря на дерзкие планы, немецкие войска споткнулись на подступах к Москве, а потом и вовсе увязли в тяжелых боях. К декабрю 41-го года считавшаяся непобедимой группа армий «Центр» потеряла убитыми более 145 тысяч человек. Нацисты начали отступать, их планы посыпались. Вместе с контрнаступающими красноармейцами отправилась и Валентина Александровна, и тысячи других девушек, многим из которых домой вернуться было не суждено. Сама Валя, как ее ласково называли солдаты, попала в декабре 42-го года в плен, сбежала. Вскоре под Курском ее ранили, осколок разворотил ногу, но ее это не остановило. В 45-м году девушка расписалась на здании поверженного Рейхстага. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцовы».